На Медни на окраине Академического района в Екатеринбурге был заложен символический камень, а точнее сказать сразу три первых гладких кирпичика в основании будущего здания Уральского научно-исследовательского института охраны материнства и младенчества. К мастеркам, к бетону и к кирпичикам приложили руки министр здравоохранения России Вероника Скворцова и губернатор Евгений Куйбышев. Третий кирпичик, правда безымянный, без таблички с памятной гравировкой, уложил на бетонную плиту неизменный главный прораб Академического Алексей Воробьев. Губернатор перед тем, как взять в руки мастерок, говорил о мечте, которая теперь, когда все формальные процедуры позади, близка к осуществлению. У нашего института есть самое главное, есть золотые руки врачей, медицинских работников, есть светлые головы руководителей и есть те компетенции, которых нужно обязательно увеличивать и приумножать. Я уверен, что реализация этого проекта обязательно послужит увеличению таких компетенций. По словам московской гости Вероники Игоревны, прославленный Уральский институт материнства и младенчества был и остается одним из толпов отечественного здравоохранения. Единственный, по сути дела, центр в стране, который в совершенстве владеет всеми методами современной фитальной хирургии. Хирургии внутриутровно, когда ребеночек еще находится в организме мамы, проводится потрясающая операция. Всем хочу пожелать огромного успеха. Дай Бог, чтобы этот новый дом позволил нам еще с вами не менее 100-200 лет работать в этом центре на благо россиян. Поздравляю всех! Застройщик Виктор Киселев после хлебосольной встречи, вооружившись длинной указкой, продемонстрировал гостям планов громадьё. Правда, пока в макетном варианте. Здесь, в Академическом, на почти безлюдном пока пустыре в 5,5 гектаров, будет построен новый комплекс зданий общей площадью в 35 тысяч квадратных метров. НИИ ОММ, по сути, превратится в ядро инновационного медицинского кластера на юго-западе Екатеринбурга. Как уточнил губернатор, глобальный проект по созданию медкластера в Екатеринбурге беспрецедентный по масштабам проект государственного частного партнерства. В Академическом, кроме зданий НИИ, будет создана вся нужная инфраструктура для ведения научных исследований, для жизни и работы врачей и их семей, и для обучения студентов-медиков. Кстати, как всегда, харизматичный Петрович Алексей Воробьев, член Совета директоров Ренова Стройгруппа Академическая, предрек молодежи не только инновационное, но и демографическое будущее. Дескать, студенты-медики здесь у нас в институте познакомятся, здесь и свадебку с венчанием справят. При этих словах Алексей Петрович кивнул в сторону храма божьих строителей на берегу Патрушихи и закончил свою мысль на высокопатетичной нотке. И сразу в ОММЭ! Как отмечают специалисты, наш институт охраны материнства и младенчества, единственный в России, проводит полный спектр внутриутробных операций и способен корректировать пороки при развитии плода. Во всем мире таких клиник по пальцам можно перечесть. А в нашем Уральском НИИ только в прошлом году получили высококвалифицированную помощь почти 14 тысяч пациенток из группы высокого риска. И врачи НИИ ОММ приняли больше трех тысяч сложных родов. При этом некоторые малыши появились на свет с весом менее килограмма. При всей высочайшей квалификации врачей здание ОММ в центре города давно уже переросло свои потребности. А здесь на академическом простор почти необъятный. Еще одна интересная деталь. После символических кирпичиков глава региона представил главе российского Минздрава перспективный уральский проект. Вместе с главным кардиологом Урала Яном Габинским Евгений Куйвышев показал московской гости портативный дефибриллятор – отечественную разработку уральского оптикомеханического завода. Первая партия этих приборов сейчас проходит обкатку в людных местах. Власть предлагает Минздраву закупить и оснастить удобными и умещающимися в руке дефибрилляторами и театры, и вокзалы, и крупные супермаркеты. Это позволит спасти многих людей сердечными недугами. Ведь при наших пробках, особенно после неожиданных снегопадов, врачи-кардиологи не всегда успевают вовремя попасть в нужную точку города. А счет при сердечных недугах порой идет буквально на минуты.